здравствуйте ваше внимание предлагается обзор по ситуации на мировых финансовых рынках и так сегодня главным событием дня будет публикация данных по занятости в соединенных штатах конечно же участники рынка будут обращать внимание на количество новых рабочих мест она ожидается довольно таки неплохим порядка 193 тысячи новых рабочих мест как предполагается должна получить американская экономика в июне месяце кроме этого внимание участников рынка будет конечно же обращено на публикацию важных данных по средней часовой заработной плате соединенных штатах за прошлый месяц ну и в целом также выйдут годовые значения этого показателя что касается месячных данных то здесь предполагается рост заработных плат на 0,3 процента против 0,2 процента месяцем ранее что касается годового значения индикатора то он должен остаться на прежнем уровне роста в 2,7 процента сейчас днем в начале торгов в европе мы наблюдаем как валютный рынок в принципе практически замер участники торгов ждут публикации этих важных данных единственное что сегодня заметно это возобновление или продолжение снижения курса британской валюты напомню что вчера после итога заседания банка англии стерлинг довольно таки заметно просел и сегодня продолжает снижаться вчера в своем обзоре я предположил что если резолюция банка а также заявление его главы господина марка карни не дадут надежды рынка на продолжение цикла повышения процентных ставок скорее всего можно будет ожидать падение британской валюты в первую очередь против американского доллара и это мы вчера наблюдали и продолжаем это наблюдать сегодня что касается общей ситуации то сейчас европа торгуется в плюсе также в общем-то рынке надеется что и сша также будет торговаться на позитивной территории в первую конечно же что касается внешнего контура событий то рынок обращать внимание на столкновение между соединенными штатами и китаем в отношении таможенных пошлин как будет дальше продолжаться процесс пока сказать сложно пока рынке затихли пока не заняли вжидательную позицию ну что ж а теперь я хочу вам предложить на мой взгляд две интересные торговые идеи которые могут сегодня довольно-таки неплохо отыграть и так это будет две валютные пары пара евро доллар и британский фунт американский доллар что касается пары евро доллар то она также собственно как и все основные валютные пары торгуясь против американского доллара находится в довольно-таки широком боковом диапазоне я считаю что на волне возможно позитивных сегодня данных и соединенных штатов пара евро доллар продолжит свое снижение сейчас она торгуется выше уровня 1.1575 вполне вероятно после пробития этой отметки она упадет к уровню 1.1500-10 что касается пары британский фунт американский доллар то она уже преодолела отметку 1.300 хочу обратить ваше внимание это был наш вчерашний целевой уровень на мой взгляд закрепление ниже этого уровня может привести к тому что опять же благодаря довольно неплохим данным и соединенных штатов а вполне вероятно так оно и будет пара продолжит свое снижение к отметке 1.2900 ну что ж вот такая вот картина у нас сегодня формируется днем на торгах в европе мы продолжаем следить за финансовыми рынками а с вами был я сергей костенко желаю вам удачи и до новых встреч удачи а Продолжение следует...